Всем огромный привет! У меня для вас сегодня интересное видео с подделками, переделками. Кое-что из фикс-прайс, кое-что из тех вещей, которые мы обычно с вами выбрасываем. А я покажу, как можно это все красиво применить в интерьере. Но прежде чем начать, хочу вам сказать, в последнее время я листаю Инстаграм достаточно часто. И думаю, если вы подписаны на мой Инстаграм, то вы в курсе, что я очень люблю красивую сервировку, но не только. Я часто вижу такие комментарии про разные красивые торты, почему бы не приготовить и все такое. Серьезно, вот у меня, наверное, руки не оттуда растут. И мне кажется, что приготовить по-настоящему красивый торт, вот, например, как этот, это целое для меня просто... Я не знаю... Это такое сложное мероприятие, когда смотришь на такую красоту, думаешь, сколько там ингредиентов. Наверняка готовил профессионал, использовал какие-то суперфишки и приемы. И знаете, я признаюсь, несколько раз я пыталась приготовить тортик на основе рецептов, которые есть в интернет. Ну, собственно, ничего такого суперудающегося из этого, к сожалению, не получилось, потому что, ну, как бы, когда ты не профессионал и нет у тебя опыта, ты можешь не знать какие-то фишечки, тонкости. И, конечно, хочется, чтобы кто-то тебе помог и подсказал. Так вот, я вам сегодня очень полезную информацию дам, кто может вам на самом деле подсказать и помочь в этом вопросе. И, кстати, этот марафон абсолютно бесплатный, а проводит топ-кондитер Полина Филимонова. И, на самом деле, за буквально три дня вы сможете самостоятельно приготовить тортик. Настоящий, красивый, вкусный, который порадует ваших родных и близких. Кроме того, Полина поделится с вами своими фишками и секретами приготовления самых классных десертов. Ну, разве не здорово, а? Приготовить торт под руководством профессионалов сможет даже новичок. Все это из абсолютно простых и знакомых вам продуктов. Не нужно какие-то сложные искать варианты. Но, особенно, честно скажу, мне нравится формат проведения, потому что все это уроки в записи. При этом вы сможете обучаться, когда вам удобно. То есть, в вечернее время, например, как вариант, да, когда у вас она свободна. И вас будут курировать профессионалы. Наверняка вы спросите, почему Полина? Все просто. На самом деле, она очень популярный повар-кондитер. Плюс, она основатель одной из самых больших онлайн-кондитерских школ в Европе. Помимо всего прочего, она уже обучила более 100 тысяч учеников. Можете себе представить? Ее более чем 7-летний опыт помог людям научиться готовить такие шедевры. Вы только посмотрите на работы ее учеников. Это же просто произведение искусства. Я настоятельно рекомендую вам записаться прямо сейчас. Ссылку вы сможете найти прямо под этим видео. Поторопитесь, чтобы успеть попасть на тот самый кондитерский марафон. Мне кажется, это прямо супер мероприятие. К тому же, все бесплатно. Напомню, записывайтесь. Я уже записалась. Мы с вами приступаем к DIY. Первое, что мы будем переделать, вот такую вот банку из-под кофе. Она мне показалась очень удачной формы. К тому же, здесь такая интересная крышка. И мы целиком переделаем всю конструкцию, пустим ее, так сказать, в дело. Первым делом я освобождаю от наклеек вот эту вот крышку. Это, на самом деле, не обязательный шаг, но мне так захотелось. Что мы будем делать? Я возьму свою любимую салфетку. Подобные я покупаю в магазине Gala Mart по 49 рублей. Они достаточно большие. Размер салфетки, что-то там в районе 40 сантиметров. В общем, она прям реально большая. Далее, я вот из остатков уже сейчас буду кроить. Отмеряю нужный мне размер для уже готового шаблона. Обратите внимание, что верхний бортик должен обязательно хотя бы на пару миллиметров быть выше самой конструкции крышки. Для того, чтобы перекрывать вот этот вот черный кантик как можно лучше. Далее, чтобы понять, сколько мне нужно отрезать салфетки, я вот таким вот образом просто обматываю крышку саму от банки кофе и далее вырезаю. Убираю, естественно, все вот эти ненужные кантики мне, которые вот у салфетки предусмотрены. И отрезаю нужного размера шаблон. Что делаем дальше? Берем просто горячий клей. Меня часто спрашивают, где я покупаю стержник горячему, вот этот горячий клей. Да, это из магазина FixPrice, не устаю об этом повторять. Набор из 10 стержней стоит 55 рублей в любом магазине FixPrice. Поэтому, да, это очень выгодно и удобно для всех, кто любит вот так вот что-то переделывать. Далее, мне нужно закрыть дно этой крышки, оно черное. Я беру остатки салфетки, обвожу по контуру, а далее вырезаю по внутреннему контуру. Обратите внимание, то есть не прям точь в точь как обвела, а чуть поменьше шаблон для того, чтобы он у меня полностью поместился во внутреннюю часть. Как я уже говорила, бортики должны быть у салфетки изначально боковых стенок на пару миллиметров длиннее. Таким образом все закрывается и у нас получается такая вот ровная конструкция. Ну все, практически кашпо наше готово. Готово. Я думаю, вы уже и так поняли, что это кашпо. А теперь мне очень хочется сделать вариант на ножках. Я вот в магазине по дереву купила такую вот себе рейку, напилила из них предварительно нужного размера мне ножки, зашкурила их и теперь буду покрывать их кофе. У меня нет морилки сейчас под рукой, поэтому я использую раствор кофе. Можно дальше покрыть также матовым лаком, либо глянцевым, как вам нравится. Теперь я буду к нашей конструкции приклеивать на горячий клей эти ножки. Почему приклеивать, не приворачивать на саморезы? Потому что я не планирую сюда размещать какие-то очень крупные растения тяжелые. То растение, которое здесь будет в дальнейшем размещено, вполне себе эти ножки приклеенные выдержат. Все будет замечательно. Поэтому, опять же, если вы планируете что-то тяжелое размещать, но вы сами видите, конструкция не слишком большая. В магазине Магнит я купила себе вот такой вот вереск, он у меня уже политый. И, кстати, удобство этой конструкции в том, что внутри она пластиковая, и даже если вы польете цветок, он протечет, потом можно благополучно все это вылить, все замечательно. И вот таким вот образом выглядит вся конструкция в готовом виде. Повторюсь, можно ее покрыть лаком, как глянцевым, так и матовым. Я не покрывала, потому что мне нравится и в таком виде, и, в принципе, нигде в сыром помещении стоять не будет, потому я уверена, что ничего плохого не произойдет. В целом, идея мне лично понравилась. Если вам нравится, поддержите пальчиком вверх, как всегда. Следующая идея у нас очень хорошей формы. Вот такая вот здоровенная банка. Кстати, кофе Жордин – это не реклама ни разу, просто как-то вот мне понравилась сама форма этой баночки. В магазине Леруа Мерлен я купила себе вот такое вот ведерко за 126 рублей, и это камешки, какой-то мелкий гравий, они очень приятного цвета. Там есть разные, кстати, расцветки, можете себе посмотреть. Есть, по-моему, серые, зеленые, бордовые, какие угодно, но мне вот белые понравились. И я решила, почему бы мне вот эту верхнюю часть этой баночки не обклеить вот этим самым гравием, маленькими камушками. Кстати, можно использовать и другие варианты вот таких вот сыпучих декоративных камешков. Бывают стеклянные заказывают, знаю, девчонки на Wildberries. В общем, масса вариантов. Мне захотелось именно такие взять. Это такой, знаете, немножечко, наверное, стиль больше может быть и летний, в плане такой, типа, песочный, морской, что-то такое, да? Ну, в общем, декор получается очень быстро. Приклеиваю на горячий клей. Можно клеить, я думаю, на другие варианты. Например, клей Moment. Можно взять кристалл, прозрачный, тоже, наверное, подойдет. Но вот горячий клей, он гораздо быстрее застывает и помогает достаточно быстро фиксировать все эти камушки на поверхности. Я просто, как видите, наливала клей, далее посыпала этими камешками. Лучше, конечно, это делать над какой-то тарелкой или посудиной, для того, чтобы потом вот все лишнее туда обсыпалось. И вот что у нас получается. Я не стремилась сделать идеально ровный край везде. Наоборот, мне хотелось именно вот такой вот неровный вариант. Потом я вспомнила, что у меня есть такой вот подсвечник. Я покупала его в магазине Galamart. Это такая, как бы, стеклянная крышечка, как будто бы. Ее часто можно использовать в качестве подсвечника по прямому назначению. Можно и, например, ну, не знаю, для разных других функций положить сюда какие-то кольца, там, сережки и так далее. Ну, в общем, мне захотелось ее также декорировать при помощи вот таких вот камешков. Она, кажется, будет выглядеть, на мой взгляд, гораздо более интересно. И, кстати, в комплекте рядом с этой вот новоиспеченной вазой, мне кажется, они смотрятся очень даже интересно. И вот, что у меня получилось. Для того, чтобы камешки держались получше, можно, конечно, сверху покрыть еще каким-нибудь клеем или лаком. Я не покрывала, сразу говорю, ничего не отваливается, все нормально. Мыть эту вазу легко получается под краном. Ничего никуда не рассыпается. Далее у меня была вот такая вот здоровенная бутыль от геля для душа. Когда-то была лимитка у Евроше 750 мл. Я подумала, почему бы не декорировать эту бутыль под диспенсер для жидкого мыла. Я взяла опять мою любимую пекарскую бумагу, которую покупаю в магазине Светофор за 38 рублей. И дальше я плету косички. Обратите внимание, плету тугую достаточно косичку. И по мере плетения я вытягиваю как бы косичку для того, чтобы выровнять ее по краям. Чем более ровная у вас получится вот эта вот косичка, тем более красивое плетение будет по итогу, когда вы начнете работать с этой вот оклеиваемой поверхностью. Вот. В целом эта пекарская бумага, она достаточно податливая. Я бы сказала, что она средней такой вот плотности. То есть это и не крафт бумага, потому что она гораздо жестче по своей фактуре. А здесь нет, это более мягкий, податливый материал. Далее я просто на горячий клей приклеиваю вот эти вот уже готовые косички. У меня на эту бутыль ушло, по-моему, три косички в среднем по полтора метра. Это достаточно большая, кстати, бутылка. Далее мы просто ее оклеиваем полностью по контуру, аккуратненько прижимая каждый последующий ряд друг к другу, для того, чтобы у нас не получалось никаких просветов и не было видно вот это вот основание пластиковое. В целом мне нравится, в первую очередь, эта бутыль за объем, но мне хотелось давно ее пристроить именно в декоре, для того, чтобы она как-то оправдывала, что ли, свои огромные размеры. Вот. В общем, таким вот образом аккуратно проклеиваем, сразу обратите внимание, что я немножечко нижний ряд как бы приопускаю, для того, чтобы потом там еще дно оклеить тоже и спрятать его как бы. И все. Вот таким вот образом тихонечко проводим это первый ряд. И дальше я не отрезаю, а прямо заворачиваю аккуратненько и полностью оклеиваю таким вот образом по периметру всю бутыль. Смотрите, ряды обязательно важно прижимать к предыдущим, как я уже говорила ранее. Вот что у нас получается. Такой вот вполне себе плетеный вариант. Донышко я также обклеила, уже готовый с плетеной косичкой. И что делаем дальше? Естественно, нам нужно покрыть эту бутыль лаком, чтобы она не испортилась от влажности и так далее. Я беру лак полуматовый Люксенс. Покупаю я его в магазине Леруа Мерлен. У меня эта ведерко уже куплена давным-давно, и я уже много раз его использовала для разных своих подделок, переделок. И там еще очень много осталось. Все, аккуратно покрываем. И вот что у нас получается в ванной теперь. Мне кажется, это очень удобная вещь, потому что это не маленькая бутылочка, она достаточно удобная. Будет надолго хватать жидкого мыла, и это мне очень нравится. И в целом, как она смотрится, мне тоже нравится. Если идея вам по душе, то я буду рада, если вы ее примените для себя также. Ну и, конечно, пальчик вверх не забывайте. И, кстати, если еще не подписаны, обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. А сейчас мы с вами переделаем еще тыковку из магазина FixPrice. Пару лет назад начали завоз этих тыковок. Каждый год они появляются новые. Я перекрашивала, как видите, в прошлом году. Там были немножечко другой конфигурации, поменьше, побольше. Но вот этот вот вариант побольше давно хотела переделать, потому что она немножечко неудачная. Видите, да? Вот есть такой шовчик некрасивый. В этом году, кстати, тыквы, которые привозили такие же вот, как они, пенопластовые, вот они получше выполнены, а вот мой-то вариант не очень. К тому же, она уже заранее окрашена в такой светлый цвет, то есть как основа для моей переделки будет просто идеально. Я возьму вот такую вот хлопковую веревку. Она продается по 10 метров в магазине Хостоваров. 10 метров такой веревки стоят 49 рублей в нашем магазине. Вот. Далее я просто плету вот такие вот косички. Кстати, идею скажу вам, подчеркнула на Pinterest. Видела несколько таких вот вязаных тыковок. Варианты, как их сделать, конечно, могут быть разные. Вы можете взять готовую какую-то вязаную ткань, приклеить ее, а можно вот таким вот образом наплести косичек и просто какую-то основу обклеить. Кстати, в качестве основы можно использовать не обязательно тыковки из магазина FixPrice. Можно просто взять ту же пекарскую бумагу, сделать из нее основу, при этом предварительно смяв ее немножечко комочком, а дальше обклеить такими вот косичками. Почему нет? Очень легко, быстро и просто. Смотрится достаточно декоративно. Да, кстати, я сначала хотела было отрезать вот эту вот длинную косичку, но потом поняла, что чем меньше стыков будет, тем лучше. И вообще лучше все стыки при склеивании прятать под либо хвостиком уже тыковки, либо на донышке тыковки. Тогда это выглядит более аккуратно и декоративно. И вот, что у меня в итоге получилось. Я давно хотела себе какую-то такую вот текстильную тыкву, теперь она у меня есть, и я очень довольна. Если вам сегодняшние идеи понравились и были полезны, обязательно поддержите видео пальчиком вверх. Не забудьте подписаться на канал, иначе вы пропустите новые видео. И, конечно, как всегда, жду от вас комментарии, какая из идей вам понравилась больше всего, что планируете повторить. И, как всегда, я желаю вам отличного настроения. До встречи в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok